Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу поделиться с вами своим фирменным рецептом по копчению курицы и свинины. Коптить это всё буду вместе, чтобы соединить два вкуса воедино. И поделюсь с вами своим рецептом маринада. Ну и покажу весь процесс копчения. Копчение будет происходить на природе, в самодельной коптильне с медицинского бигса. Кто хочет посмотреть, что это такое, у меня на канале есть видео, и я показываю, что такое медицинский бигс. Ну, приступим к подготовке маринада. Посмотрите, какие куски свинины. Курицу взял целиком, вес тушки 2 килограмма, и два таких красивых кругляша свинины. Всё это ложим вместе и заливаем холодной водой. Воду берём кипячёную. Добавляем 4 ложки соли, ложки столовые. Потом берём сушеный базилик. И 4 листика лаврового листа. Желательно водой залить всё полностью. Воды сейчас добавим. Сначала предварительно добавим смесь перцев. Заливаем полностью курицу водой. В маринад добавляем рюмку белого вина и лаймового концентрированного сока. И ставим на 12 часов это всё мариноваться в холодильник. И через 12 часов начнём готовить. Для вас это будет примерно пару секунд до начала готовки. Ну а для нас надо ещё пережить целую ночь. Не переключайтесь. Продолжаем смотреть. Прошло 12 часов. Как нужно было нам по технологии. Теперь вышли на природу. Взяли берёзовые дрова. Взяли новый мангал. Который станет, наверное, после этого весь чёрный. Развели костёр. И ждём, когда будут угли. В опилке заливаем где-то полбутылки пива. После того, как опилки пропитались пивом, накрываем их фольгой, чтобы на них жир не капал. И делаем закладку сначала курицы. Коптильня у нас сделана с медицинского бигса. Довольно-таки портативная. Залазит в любой вещмешок, рюкзак. И довольно просто переносится. Сейчас будем делать второй слой. Устанавливать вторую решётку. Решётки я использовал от аэрогриля. Ну, в принципе, всё, если вас интересует по коптильне. У меня на канале есть видео. Коптильня с медицинского бигса называется. И делаем сверху закладку таких красивых кругляшей свиного мяса. Закладку теперь накрываем. И поэтапно будем ставить всё на огонь. Потихоньку, чтобы выходил дым и тлели опилки. Дровишки понемногу прогорают. Ещё больше прогорят. И будем ставить коптильню. Поставили коптильню на огонь. Но поставили её совсем на немного. Буквально на пару минут. Чтобы опилки начали тлеть и давать дым. Когда пойдёт дым с коптильни, мы её уберём. Немножко постоит. И уже будем ставить коптильню на угли. На прогоревшие угли ставим коптильню. Будет она стоять на углях где-то около 30 минут. Потом посмотрим, что получается. Если вдруг надо будет больше времени, то поставим ещё. Прошло 15 минут. Коптильня стоит на углях. Потихоньку коптит. Дымок идёт. Запах пошёл. Просто обалденный. Аж слюна текёт. Подождём ещё минут 15. Прошло, друзья, больше 30 минут. Сейчас достанем, проверим и посмотрим, что у нас получается. Вот какая красота. Да, это, друзья, не холодное копчение. Это горячее. Поэтому вот есть и жир. Всё это готовится под большой температурой. Очень аппетитно получается. Проверим. Я думаю, уже, наверное, готово. Посмотри, Назар, как там курица. Крови вроде бы нету. Ножом протыкается очень хорошо. Специально сверху положили куски мяса, чтобы сок капал на курицу. Курица была более сочной. Запах, друзья, вам просто не передать. Какой идёт запах от этого блюда. Ну, сейчас, наверное, закроем крышечку. Ещё минут 5 потамим на углях и будем снимать. Переложили в кастрюлю. Погода у нас сегодня не очень. То дождь, то снег. Поэтому пойдём кушать домой. И уже дома покажем, как, что и как красиво всё выглядит. Ну, а пока копчёная курочка с мясом выглядит вот так вот аппетитненько. Ну, вот, друзья и коллеги, такая курочка и такое сало получилось у нас в копчёном виде. Всё это горячего копчения заранее было замариновано в нашем фирменном маринаде. И вот так аппетитно и вкусно получилось. Запах просто сногсшибательный. Готовилось это всё на ольховых опилках. Спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо, кто подписывается на мой канал, кто комментирует. За всё вам огромное спасибо, благодарность и всех благ вам и вашим близким, друзья. Будьте сыты и здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!